здравствуйте дорогие друзья с вами канал максимадзе и сегодня я решил поиграть в игрушку angry birds star wars и решили начать именно со второй части этой игры angry birds star wars 2 потому что тут такой же случай как в первой и второй части red of redemption когда вторая часть является приквелом к первым ну и по хронологии событий то тоже фильмы о звездных войнов сначала еще в 70-х годах прошлого века вы вышли 4 5 6 часть и уже только потом вышла 1 2 3 здесь получается тоже самое поэтому чтобы по сюжету идти именно по порядку я решил начать со второй части короче говоря мы будем все это проходить после второй перейдем к 1 короче такое вот меню очень красиво я кстати играю на эмулятор ренокс потому что на пк версии не хватает это эпизодов там обновлю обновлять ее же бросили нафиг когда решили что на андроиде только я и оси выпускать будут ну и все только вот здесь все есть вот здесь на главном экране также должен раньше играла музыка из первой части star wars та самая веселая музычкой но ее потом решили зачем-то убрать плохо плохо нажимаем кнопочку play и здесь выбираем эпизод у нас есть несколько эпизодов 1 2 3 это относится к первому эпизоду звездных войн скрытая угроза это и вот это на птица птичью сторону относится ко второму эпизоду атака клонов и вот этот вот свинская сторона это один такой эпизод относится к третьему эпизоду вместе с ситхом ну и вот мятежники это из мультсериала звездные войны повстанцы также есть вот две вот такие вот бонусные главы здесь закрыта потому что нет ни одного уровня там пока не доступно внизу есть кнопочка с достижениями которые мы потом получим есть кнопка с магазином где мы можем покупать персонажей также можем посмотреть персонажи которые у нас уже имеются так карбонит только во время интернета плавится это очень странно нула переходим у нас с единственный выбор это пока на светлую сторону идти это переход на свинскую сторону потом откроется посмотрим также у меня за камерой находятся кредиты внутренние игровая валюта за которой можно покупать персонажей и главы или уровня открывать они сейчас их ноль потому что мы не не играет лан начинаем короче проходить погромче надо сделать короче первый персонаж за которым мы играем это квай гон джин очень редкий случай когда игра ночь ингреберс начинается не с красной птицы а кредиты эти можно найти на уровне на самих также кстати и в игре мобильные версии есть амибо телепорт то есть покупают специальные такие игрушки подставляешь к камере персонажи и он появляется в игре у нас довольно таки прикольно так вот эти свиньи это боевые ядро или короче персонажи тут просто до хрена так у каждого персонажа будет вот такая шкала появляться когда она полнится до максимума в призовой главе будет открываться один уровень который связан с этим персонажем как раз так нам дали подарок за одно достижение этот подарок мы можем открыть и там был набор персонажей который нам выпал сейчас у меня 6 кредитов давайте соберем они могут пригодиться потом короче мы а что это за локации мы на планете набу сейчас пока версии кстати о видите 30 кредитов нам дают за достижение короче эта игра очень классно у нее очень много положительных оценок и вообще что я могу сказать про эту игру я помню шарился на ютубе и увидел трейлер увидел трейлер этой игры и там было сказано что игра выйдет 19 сентября и я ждал 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 19 сентября наступает я утром встаю встаю с кровати сразу заглядываю в плей маркет и скачиваю ну бесплатную версию бесплатная версия отличается тем что в ней от платной тем что в ней есть реклама и немного хуже графика так в бой вступает оби ван киноби но украшений с можно добывать как я ее община бустакс кстати себе установил мне ее пришлось качать сторонник сайтов потому что плей маркете ее больше этой игры больше нет так еще один подарок нам дали сорок четыре кредита у меня уже собственно говоря внутри внутренний интернет в эмуляторе я выключил чтобы реклама не появлялась потому что у меня тут бесплатная версия стоит я хотел найти платную оригинальную без какого-либо моды и все такое на много денег на много денег все просто оригинал хотел ну обычная версия платная нигде нету без мод только с мод единственное без мода это только бесплатная версия была поэтому я ее искачал в принципе я разницы в графике не особо так замечаю так вот еще одно достижение 50 кредитов нам дают так тут рядом знак вопроса чтобы его разблокировать надо карту дают сломать что мы собственно счастливы сделки что мы можем перейти как на следующий уровень так и на бонусный уровень который мы открыли с картой давайте сначала займемся им на бонусных уровнях мы играем либо за c3po либо за r2d2 это два чуть ли не единственных персонажи которые появляются во всех частях связанных войн не получилось не получилось так сойдет так сойдет так тут уже немного нарушается у нас хронология потому что c3po не должен тут появляться c3po впервые появляется на планете татуин еще потом так но это украшение не особое значение не имеют особо так сломали фигню цепь сломали это плохо довольно таки нам желательнее эту фигню открыть вот так лучше сделать чтобы вот эта постройка вся повалилась сюда на русском языке кстати все замены заметьте так у нас открылся девятый уровень нам и даже седьмой не прошли так да не хочу я покупать никаких персонажей пока мне этих хватит еще хорошо глуб quiere да это куда или каких 怎么样 так например Откидываем чуть-чуть. Я вообще вот в эту игру, кстати, вообще задротил по-черному. В те времена, когда она вышла, там все такое. О, сто кредитов охренеть! А, открыта свинская сторона! Офигенно! Можем уже на свинскую сторону идти, но давайте сначала птичью пройдем. Нет, 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 пока не надо. Постоянно играл, играл, и бабушки с дедушкой у меня этого не нравятся совсем. Что я залип на нее совсем. Потому что настолько офигенная была игра, просто обалдеть. Но она и сейчас офигенная, конечно же, никто не поспорит. Да, можно, конечно, взять кого-то из этих персонажей и выиграть, но давайте пока не будем это делать. Пока сделаем попроще немного. В экстренных случаях будем использовать кого-нибудь из этих персонажей. Я думаю, что... Но мы будем использовать только тех персонажей, которые, так сказать, существуют на этом свете. То есть, например, Лэндо в первой части появлялся. Его мы выбирать не будем, потому что он еще не родился на свет. В это время. Как и Ханасол, Хансоло, Лея, Люк. И еще есть. Некоторые такие. Да ну нафиг, кредиты нам и так до хренищи кредитов уже дали. О, шкала полностью заполнилась. Это значит, что открыть в фризовой главе уровень праковой гона Джина. Мы их посмотрим потом. Бонусный серик какой-нибудь. В бой вступает Йода. Наверное, самый знаменитый джедай в Звездных войнах. Во-первых, первая часть из Звездных войны Хонная появлялся в заставках на одном уровне, на одном эпизоде. И его можно было увидеть также на уровне, как декорацию просто. А теперь можно за него даже играть. Очень прикольно. Так, вот там. Там бонусный уровень вот есть. Вот только я от хрен до него доберусь. Давайте попробуем. Нет. Зря я это сделал. Вообще не надо было это делать. Пользы от этого не было. Ладно, как-нибудь в другой раз достанем. Тут лучше Тускенского разбойника использовать. Для таких вещей. Но у нас и нет. А, кстати, может быть мы его возьмем? Ну-ка, давайте купим его. А, надо сначала купить это. А у нас 320 очков. Ну-ка, давайте выйдем в меню и попробуем купить. Давайте сначала Тускенских разбойников возьмем. А, не-не-не, у нас таки хватает. Ладно, пока не надо тогда. У нас не хватает денег на него. Бенитов. Дорогой, слишком. У него какая способность? У него запускаешь, нажимаешь в любое место экрана, и он туда, как снайперской винтовки, стреляет. Очень полезная штука. Но мы пока не можем такое себе позволить. Очень дорогой он. Ладно, хрен с этой картой, хрен с этими бомбственными уровнями. Что можем, то и сделать. Может быть, какие-нибудь бонусные серии, пройдем их. Хрен с этими бомбственными уровнями. 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 У нас никаких свиней нету, ну и пока не надо, потом купим возможности дать. Так, надо еще вот так стрельнуть. Эх, чуть-чуть немножко не хватило. Да, офигеть. Так, сейчас разбомахали вот это. Так, что, может возьмем кого-нибудь, попробуем туз бить. Он, этот персонаж появляется в первом эпизоде, так что его можно использовать. Так, давайте расхлиначим этот беноктей. Так, ну и надо как-то расхлиначить еще им ту хлинать. Так, ладно, давайте сюда, может, вот так. О, давай, давай, динамит, динамит. Не такой эпичный взрыв, как я хотел, ну, и пофиг. Так, еще 25 кредитов нам дают. Да, к нам уже немножко осталось тут, на третьей стороне. Динамит. 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 Горгий. А ладно, я пока передумал покупать возможность одну. Что бы, короче, это возможность, что бы можно было на птичьих уровнях играть даже за свиньей. или и на свинской стране это на это будет нарушать налоги поэтому вот никогда экстренно понадобится только первых обновлениях какая возможность вообще не предусмотрено первых версиях добавили возможность за кредитами давай давай сдохни ну ё-моё он не будет ничего пока тратить нам очень сильно они пригодятся персонажи вот эти в голове управлять своей судьбой поэтому не жадничать не жадничать под этим с не было по поводу застали уже неплохо да вот попал правда не туда куда я хотел ну ничего о как ровно прям блок встал тут и чуть чуть не хватило у него и Ммм... Так, отлично. Еще один уровень открылся в призовой главе. Так, и заключительный уровень у нас остался. Блин. И проваливается вот этот... Бум-бум. Так он называется вроде? Хрень вот эта. Да, не получилось. На этом уровне также... После окончания персонажей недоступна возможность... подойти. Апотечек взять. Апотечек взять. Дарт Сидиус Самый главный ситх Вообще И если мы играем Если мы проиграем на птичьей стороне То он будет смеяться Как вы видели сейчас Если на свинской стороне То паниковать Да, остался один Чудик Так, не летит Блин, еще и тряска такая отвратительная Попробуем, попробуем сейчас это сделать Но что-то я не уверен Она даже не разбила Более А попробуем вот сюда сразу стрельнуть Так, ну вот от этого чувака избавились Теперь надо Других Да, я так и думаю Не получится у нас Одновременно вот это Расхреначить А то временно то Так, бум-бум-бум Упадется сейчас О, хорошо, что бум-бум-бум Вот эти вот попадали О, отлично Эта хрень взорвалась Хотя бы тряска больше не будет Ну и все Прошли мы это дело Наконец-то Так, а как? Азумировать Блин, я кнопки подзуммирование не настроил Походу Потом настроил Ладно Так, 80 кредитов за прохождение дают И 492 кредита у меня уже сейчас Освободили, короче Капитана Панаку Падма и Джаджа Бинкса Так У нас даже вторая глава Сразу доступна Но давайте сначала Пройдем в студентскую сторону Меняется мелодия Меняется цвет кнопок Так Так, первый персонаж За которым мы тут играем Это Джанго Фэт И хронология Хронология тоже нарушается Потому что Джанго Фэт не появлялся В первом эпизоде Он появлялся только во втором Во втором эпизоде Он появлялся в первом Нет Меняется Свет Тоже на красный Так, и нам дают подарок И соответственно Смитские персонажи На выпадают Так, взял и уже Хватит Сиять Украшение Которое Только для достижения Служит Вроде бы Польше ни для чего И здесь тоже Светский персонаж Появляется На этой подсказке В первых версиях Джанго Фэт Когда куда-то врезался Он взрывался За тут нет Так Не очень получилось С этим уровнем Да Вообще Фигово получилось Тоже не так Как я хотел Сейчас вышло Мы кстати находимся На звезде смерти Ой господи Пфу Мы находимся На станции управления дроидами Так Подарок И Вот это еще Дают нам Так Мы можем купить Короче Возможность Использовать Птичьих персонажей На свинской стороне Можем купить Как бы для всех уровней Так и для одного уровня Пока не будем это покупать Пока нам это не нужно Недорого Кстати Для всех уровней 300 кредитов Это немного Ну 299 Какая разница Так Так вот тут Стоит вот этот камушек Стрельнуть Так Так чтобы все Отскочило И развалилось И мы прошли Уже все так быстро Так Зуммирование Я не настроил Надо будет Потом все попробовать А чтобы экран Отдалять Все такое Надо потом настроить Я не подумал Про это дело В Лустакси Это настраивалось Легче А тут Так И в бой Вступает Шив Палпакин Ну или Который Также известен Как Дарт Сириус Главный Среди Ситхов Который С первого По Третий Эпизод В Звездных Войнах Был Канцлером Джедаев Под прикрытием Джедаи думали Что он У них На стороне А на самом То деле Нет Он Тайно Передавал Ситхам Информацию Джедаев Что в итоге В третьем Эпизоде Привело К Реорганизации Республики В Галактическую Империю Которая Была На темной Стране Также Это Привело К уничтожению Ордена Джедаев Но об этом До этого Мы дойдем Так Я могла Туда Упасть Буду Прикольно Если бы Она Но она Всегда Оказывается Здесь И там Где надо Парк Фиксы Карты Фиг Просто Если Сможем Достать Поиграем Барусю Не Сможем Фиг С ним А давайте Попробуем Все таки Достать Хотя бы Один Первый Посмотрим Там Не так Что Сложно Достать Подокс Во Отлично Давай Отлично Отлично А получилось Все таки Получилось Давайте Посмотрим Так А на свинской Стороне Мы играем За Бонусных Урон У них Мы играем За Дроидыки Способности У них Аналогичные Йоди Только В конце Они Развались На кусочки Кстати У каждого Персонажа Сверху Вот такие Вот Значки Которые Показываются Какие У них Способности То есть Вот Это Сурикен У них То есть И они Летают Собственно Как Сурикен Получается Летают Некоторые Персонажи Магнит Может Притянуть Если Они Сделаны Из металла Вот Дроидыку Например Притягивает Понятно Давайте Сразу Сюда Какой-то Уровень Кстати Девятый Только Всего Их Двадцать Относ Редактор 607 кредитов обалдеть так не особо это и на пользу доложится разве что разблокировку вот или зарылись или просто пилоты но их чуть чуть не хватило да больше тупая цена боевой драйс и мы в космосе уровне в космосе не нравится уровня геймплей вообще другой становится как другой меняется очень сильный геймплей в в в в в в в в эх ладно можно было и не запускать его есть два варианта боевых дроидов есть вот такой вот обычный который стреляет три сна три пули подряд ну назовем их так три пули подряд туда есть а есть красный боевой дрой который три пули в разные стороны так сказать на три сторона то же самое чем отличается лэнда от первой части если вы не получилось не получилось а с так вот он готов такой вот значок таки вот прицел то есть вот этот тип значок мы нажимаем и это я забыл к этому значок значок с лазером поедет у этих так вот значок с лазерным пистолетом то есть все этот персонаж селит лазер этот значок это типа лазерный меч как бы умеранг летает вот так сурикен мы уже смотрели это схватить что-то типа тоже лазер это своим весом типа поражает разрушает ну и другие всякие еще есть ай как же я так промазал давайте возьмем просто взял и не попал блин так ладно хоть смотрите а джанга пэд открылся отлично и и так там бонусный уровень еще один блин разломил разломил цепь это плохо лучше бы не разламывал так лучше было в некоторых с разной скоростью шкала заполняется боевого дроида быстрее у кого то нет вот вообще очень но у каждого персонажа есть свой уровень всех в новой главе но не все почему пятьдесят минут почти в жиле осталось так вот здесь как лучше лучше всего этого дело чтобы магнит начал падать и притягивать себя вот этих пиц но правда не всех потянул к сожалению забыл кстати сказать что в пк версии по моему начал пока версии как звездочки вот эти вот когда появлялись с них выпадали еще кредиты потому что в пк версии нет уже никакого доната чтобы покупать кредит сейчас этот донат недоступен потому что он закрыт видимо разработчиками сами самими разработчиками игры покупать ничего нельзя уже тут ничего они уже не продают офигеть бласт рубил хотя он в любом случае только потому что мой пузырь то лопнули так но этот уровень был гораздо легче чем тот что на набу на птичьей стороне ну 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 710 кредитов у нас уже собственно говоря так музыки никакой нету давайте ее включить посмотрите управляя своей судьбой он есть я не помню она была открыт изначально или нет так вот сможем посмотреть здесь у нас все персонажи у каждого из своего уровня мы не будем проходить на посты все эти уровни выглядит он так и не подводные это переход между свинский это вообще пол кстати первая игра первая игра в которой можно играть за свиней против птиц могу ошибаться но по моему это так ой случайно нажал короче это магазин можно персонаж покупать тут много разных персонажей есть еще серебряный ц 3 по которые сильнее вот этого вот это замок заморозку делает это трой троицы в общем есть даже персонажи которые появляются первой части звездных воин но тоже три вариации люка есть он три вариации и но также есть лея хан соло но они не родились еще получается к этому времени как который мы сейчас играем это из повстанцев вот свинские персонажи вот этот полезные штурмовики вот этот байкерский байкер разведчик он тоже эти появляются в первой части здесь нет но тем не менее за них можно играть ладно мы прошли с вами первый первый эпизод первую главу так сказать и на этом мы закончим спасли господи писос с меня эпичные видосы подписывайтесь также на стримский канал чтобы не пропускать стримы и вступать в группу вконтакте всем пока